Сейчас в России насчитывается около 26 тысяч электронных СМИ. Газеты и телевидение стали уходить в онлайн не потому, что так надо, а потому, что изменились вкусы и потребности человечества. Так удобнее пользователям. Посмотреть передачу или узнать новости можно в любое время и в любом месте с телефона, айпода, планшета, ноутбука. Нужен только интернет, которым пользуются миллионы. За 10 лет мир поменялся тем, что казалось необычным год или два назад. Сейчас не удивишь. Аудитория требует нововведений постоянно. Сейчас в так называемом тренде – видеопродакшн. Демонстрация небольших красивых роликов с короткими титрами и интересными фактами. К слову, наш телеканал является флагманом в современной медиамоде. Именно ФКТ стал первым среди сочинских телеканалов публиковать красочные и событийные короткометражки. Их можно увидеть во всех социальных сетях и не только в лентах нашего аккаунта. За два месяца охват контента составил около 300 тысяч человек. Сейчас медиа – это не просто средство массовой информации, а это армия поклонников. То есть от вас теперь не ждут люди больших просмотров, каких-то невероятных перепостов. А люди ждут создания вот этой атмосферы людей, которые за вас. И это самое главное. То есть это как ваши, я не знаю, это как ваши родственники, как коллеги. Они все вместе собираются и потребляют ваше медиа. Им интересно, и они несут, собственно, как несут ценности вашего бренда. Это самое главное. Кликбейт, наращивание подписчиков и лайков – все это в прошлом и легко опровергается. Также нечестен по отношению к аудитории факт-чекинг, когда в погоне за сенсацией средства массовой информации публикуют непроверенную и ложную информацию, которой верят многие пользователи. Хотя, собственно, такие медиа может наказать Роскомнадзор. Но до этого так называемая утка уже улетит далеко и даже может принести негативные последствия. Например, личную жизнь героя публикации. Над чем нужно задуматься современным СМИ, так это над скорым нашествием ботов. Уже сейчас многие аналитические, экономические и спортивные статьи пишут роботы. Тот же прогноз погоды или курс доллара мы узнаем от виртуального журналиста. И, как говорят эксперты, через 10 лет велика вероятность того, что 90% информации будут предоставлять роботы. Выход есть, никто не отменял эмоции и материалы, написанные или рассказанные с душой, всегда будут в почете у аудитории.